Для него сейчас стоят две очень сложные задачи. Во-первых, обыграть соперника, который ему обыграть очень сложно. Во-вторых, выйти в финал и там у вас можете победить, потому что в прошлом году была достаточно неприятная ситуация в Саар-Брюкене, когда в финале играли Тимо Болл и Вернер Шлагер. Так вот, тогда Шлагер был дисквалифицирован с матча, потому что очень активно спорил с судьей. Пытался заменить ракетку, уверяя, что с ней что-то не в порядке. Судья не нашел никаких причин этого делать. Шлагер не отступал от своего и был дисквалифицирован. Таким образом, Тимо Болл получил победу в прошлом году в Саар-Брюкене. Собственно, поэтому турнир проходит сейчас во Франкурте-Нормане, тоже в Германии, хотя должен был проходить в Люксембурге. Но там Федерация посчитала, что, возможно, не сможет предоставить своего спортсмена и отказалась в проведении у себя ТОП-12. Это было предложено сделать Москве, но это достаточно сложно, поэтому нельзя, конечно, винить наших функционеров, что этого не произошло. Немцы подсуетились, и вот они принимают второй раз подряд Евро ТОП-12. Я думаю, не жалеют. Женский финал, немецкий. Плюс просто полюбоваться на игру таких спортсменов, таких теннисистов. Как обидно не попадает сейчас Алексей ракеткой к мячу. Не ловит ракеткой, мяч ходит ниже. Хорошая атака, очень острая. Неожиданная старается шлагер не доводить до длинных розыгрышей. Когда потом очень сложно найти момент, когда стоит очень остро атаковать или, возможно, замедлить игру. Атакуют с первой же возможности. Как, впрочем, и Алексей. В этом они оба очень опасные соперники. Сетбол у шлагера. На этот раз партия проходит для него посложнее, чем предыдущая. Но уверенность у него появилась в своих силах. А вот так вот мы сравняем. 10-10. Алексей совершенно прав в том, что сейчас не собирается, даже не думает о том, чтобы, возможно, отдать сет, чуть-чуть передохнуть. Нет, конечно, речь об этом не идет. Молодец. Очень неудобно как-то было принимать. То ли ракетка выскользнула немножко из рук. Не видно было. Загораживала спиной, Алексей. А вот это замечательно. Вот после такого спасают кто угодно, не говоря уже о вернеришлагере, который, конечно, переживает и боится. В общем-то, наверное, где-то побаивается Алексея. О, ошибается. Алексей забирает вторую партию, сравнивая счет по сетам. Но что-то мне подсказывает, что это самое-самое начало очень долгой и сложной партии. Оба упертые, настырные, сильные, мощные, уверенные в себе. Здесь, конечно, важно сосредоточиться на том, что происходит именно сейчас, в данный момент. Забыть о том, что было раньше, когда встречались. Как игралось. Все забыть, главное это сейчас. Я его что-то пытаюсь донести до Алексея. Как, впрочем, Шлагер выслушивает какие-то наставления. По жестикуляции понятно, что держи, держи. По возможности добавление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо начинает, молодец. Третий сет. Все! Вот уже 3-0. Опять-таки, то, что происходит в самом начале сет, это еще не показатель, но... Сейчас подача Алексея. И сразу же идет в атаку, сразу, с первого момента. Очень острое и уводящее. Очень острое и уводящее. Что-то хитрую какую-то подачу замутил Вернер Шлагер. Действенное оказалось. Вот здесь прямо с подачи пошел в атаку Алексей, но... Шлагер этого ожидал. Возможно, так сам спланировал. И перехватил инициативу. Догоняет. Пытается догонять. Одинаково хорошо сейчас действует Шлагер. И закрытый справа, и закрытый слева. Ракеткой, так что... Ну, по большому счету, это умеют все. Кто сейчас играет. Вообще на турнире. Ну вот, очень неудобна всегда нацеленность в корпус. Неудобна для приема. По четырем. Каждый раз Алексей себя подбадривает. . Шлагер в этом смысле поспокойнее себя ведет. Опять сравнивает счет. ,. . . . . . . . . 7-5. Удаётся взять Алексею. Два очка. Немножко. Создать себе маленький отрыв. У него сейчас вообще любой матч важен. Тем более такой, с таким соперником, который с одной стороны знаком и много разбит, а с другой стороны всё равно шлагер — это никто не будь. Это чемпион мира, он очень, очень серьёзный соперник. Алексей поедет на Олимпиаду. Он попадает туда без отбора. Ему сейчас очень важно набрать хорошую форму, поскольку последние его матчи соотношение поражений и побед не очень хорошее. Не считая вчерашней победы, у него было четыре поражения и три победы за последний месяц. Сейчас уже лучше. Вчера он выиграл. У солидного соперника у Тима Бола. И вот теперь Вернер Шлагер. Чем больше сейчас Алексей будет играть, чем больше побеждать, тем лучше. Потому что для него, как я уже говорила, конечно, самое важное — это борьба и игра с собой, со своей психологией. А это тренируется вот именно в таких встречах. На Олимпиаду нужно подойти уже в абсолютной готовности. Для этого очень как раз в качестве разминки хорошие турниры этапа с серии «Про Тур». И вот топ-12 вообще великолепный. Здесь собрались лучшие европейцы. Уже сетбол у Алексея. Немножко сетка помогла сейчас Шлагеру. Замедлила игру и он не упустил такой возможности броситься в атаку. Да, вот сейчас было... Алексей очень сложный Шлагер его разбросал по углам. Коми, Нали, коми. Чем хитрее заворачиваешь подачу, тем лучше нужно быть готовым к тому, что последует вторая. Вот опять немножечко неожиданно по линии сыграл Шлагер и совсем уж приблизился на расстояние вытянутой руки. 10-9. Отыграл два сетбола. Из-за этого большой тенниса два брейк-поинта. Ну вот, молодец. 11-9. 2-1 ведет Алексей по сетам. По большому счету, я думаю, что он уверен в своей победе. Опять-таки, история их встреч, предыдущих, по большому счету, не дает ему в этом усомниться. Это неправильно. Это никогда неправильно в такой ситуации тем паче. Шлагер настроен не менее агрессивно сейчас, что и показывает, всячески демонстрирует свою агрессию и свои намерения. Вот они друг друга по несколько раз поймали вот на такой комбинации. Неизвестно, кого сейчас поддерживают зрители на трибунах. Шлагер, конечно, сосед. С другой стороны, Алексей показывает прекрасную игру. Я не думаю, что они держат на него, затаивают злобу после вчерашней победы Алексея над Тимом Уолом. Такого, в общем, в современном спорте практически уже не встретишь. Здесь болельщики очень корректные. Очень хорошо себя ведут в нужное время. Подбадривают, в нужное время затихают. Отлично. Длинный розыгрыш атакующий. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, изменяющийся жест такой, потому что, конечно, не заслуга Алексея и не промашка Шлагера. Сеточка помогла. Ну, бывает. Вот так вот. Вот так вот бывает. Снимается это очко с Алексея Смирновой и отдается Вернеру Шлагеру. Так посчитали судьи. Ну, что ж. Где-то, возможно, справедливо, где-то нет. Мы все-таки очень надеемся, что сегодня Фортуна будет Алексею помогать. Тому, как в поединках. Да, сетка заставляет, конечно, подергаться. В поединках уже раунда полуфинального и финального недостаточно только своих возможностей, сил и умений. Вот еще очень необходимо везение. Ну, вот уже 4-2 ведет Вернер Шлагер. Этот эпизод сеткой, конечно, возможно, повлиял на игру Алексея. Надеюсь, ненадолго. Поскольку было неприятно. В твоем случае отдается очко сопернику, а потом в похожей ситуации ничего такого не происходит. Ну, вот. Еще два неудачных розыгрыша. Как-то немножко, по-моему, расстроен и разобран сейчас Алексей Смирнов. Это психологические проблемы. Шлагер сейчас не соперник. Соперник с самого начала встречи с Алексей Смирнов. Сибирь. Как, впрочем, и обычно. Ну, вот тут, как вы видите, даже не радуется, как обычно. После выигранного очка. Потому что занят другим. Собирает мысли в кучку. Заставляет ошибиться шлагер. 8-3. Да, такой сет получается. Скорее бы уж кончился, что называется. Алексей никак не найдет игру, не вернет. Да бог с ним, в конце концов. Может быть, стоит взять небольшую передышку, чтобы с новыми силами потом вступить в борьбу. Еще большой отрыв у шлагера. Очередной сетбол. Вот так вот Алексей не сдается. Может быть, надумает сейчас догнать и перегнать. Не знаю, стоит ли. А может быть, просто нервы подергать сопернику. Почему нет? Так и надо. Так и надо. Выигрывает сет Вернер Шлагер. И сравнивает счет по партиям. 2-2. Притом, что, конечно, видно, он ничуть не сильнее Алексея по игре. Даже по большому счету Лео Амедис сейчас ничего не имеет сказать Алексею, кроме того, что он и сам прекрасно знает. Тот самый случай, когда психология решает все. Настрой. Именно сейчас нужно поменьше всего думать о том, что было минуту назад, две минуты назад, пять минут назад, а то и час назад. Сосредоточиться только на том, что будет происходить в данный момент, когда Алексей подойдет к столу на следующий сет. Начинать все как с чистого листа. Это очень важно для того, чтобы собраться и показать то, на что он способен. Поставить, в конце концов, Шлагера на его место. То выигрывает, выигрывает у него Алексей, и тут вдруг безобразием быть такого не будет. Как-то полегче берет свои сеты Шлагер. Не знаю, вряд ли это показательно. Если Алексей захочет основательно. И перестанет воспринимать Шлагера, как соперника, которого обыгрывал не раз. То, в общем, причин проиграть у Алексея нет. Объективных причин нет. Есть только субъективные. Не принимает уходящую под стол подачу. Ну вот отдохнул. Немножко собрался с мыслями. Это уже видно по тому, как он реагирует на взятое очко. Вот такой жест приободряющий. Который пропал в конце предыдущего сета. Впадает на кромку стола шарик. Так и извиняющийся жест Вернера Шлагера. Ну, что тут поделать. Сегодня инвентарь похожий на его стороне. Посмотрим, чем ответит Алексей. Он блестяще отвечает. Совершенно сумасшедшая атака. Разогнал вокруг стола. Заставил бегать Шлагером. Тут упирался. Ну, сейчас тебе. Молодец, Алексей. Самое время уходить вперед. За каждое очко бороться как за последнее, как за решающее. 4-2. Совсем небольшой отрыв. Ну, еще подача Алексея. Молодец. Вообще он молодец на этом турнире. До июня. Субтитры создавал DimaTorzok